Сегодня прекрасный день, у нас суббота, сейчас у нас будет с вами тренинг, очень-очень важно. Буду говорить о вещах, конечно, для людей, кто настроен создать здесь серьезный бизнес, и сегодня мы будем говорить об основах бизнеса, то есть с чего все начинается, и как выстроить именно большую команду. Ну, кто меня еще не знает, может быть, новички есть, меня зовут Екатерина Чистополь, приветствую вас из города Тольятти, и вопрос вам всем, напишите, пожалуйста, кто из вас зашел сюда не просто наблюдать за бизнесом, а вот на самом деле хочет выстроить большую команду, серьезный бизнес, выйти на серьезные доходы, чеки, ну, пожалуйста, отвечайте, если нет. Кто настроен, кто с хорошими амбициями настроен на очень такие серьезные результаты. Есть у нас такие результаты? Есть. Я. Я. Я надо писать с большой буквы города. Отлично. Вот смотрите, начинаем. Первое, то есть все у нас есть система. И когда мы только родились, мы уже сразу попадаем в определенную систему, это семья, и в этой системе нам родители объясняют, туда не ходи, сюда не ходи, да, делай вот так, вот эти вещи правильные, вот эти вещи неправильные. То есть есть определенный уклад, есть определенные правила. Дальше мы идем с вами в школу. Вы приходите, там что? То же самое, да? Урок 40 или 45 минут. Твоя задача здесь молча сидеть там учиться, либо отвечать на вопросы, потом перемена, да? То есть здесь, ну, вы попадаете уже в следующую систему, и там тоже есть свои правила. То есть если ты отходишь от каких-то правил, естественно, в глубину школу там вызывают тогда родителей, да? На коленке. Знакомая картинка, наверное, когда человек нарушает правила системы. Что у нас еще в системе? Ну, дорожное движение, да? Есть у нас светофор, все знают красный свет, желтый там, зеленый. И все знают на зеленый свет, ну, идем или мы едем, да? Если пешеход, когда ты без зеленый, ты идешь, вот на этот момент машина стоит. И ни у кого, в принципе, не возникает там мысли, ой, вот правила дорожного движения, они не верны, дай-ка я свои изобрету. У вас, вот кто ездит за рулем, были такие мысли? Какие-то правила не те, дай-ка я поеду по своим. Что будет в этом случае, если ты начнешь так поступать? Так, давайте будем вместе с вами общаться. Ты, например, начинаешь изобретать свои правила движения. То есть, когда тебе загорел красный цвет, ты поехал. Да, бардак, ДТП, полностью согласен, да? И смотрите, здесь важно понимать, каждый из вас пришел в этот бизнес уже с какой-то определенной системой, в которой ты был до этого. Например, поставьте там плюсики, кто из вас пришел из наемного труда, где-то ты работал по найму, и сейчас у тебя переходный такой возраст, переходный период, ты от работы отказался, да, и ты решил, кто-то еще не отказался, кто-то совмещает. Либо у тебя был линейный бизнес традиционный. То есть, давайте посмотрим, какие вообще ценности у человека, который работает по найму. То есть, как правило, там есть определенный оклад, и ты знаешь, сделаешь ты работу, не сделаешь. Как в армии говорят, день прошел, ну и бог с ним, да? То есть, ты знаешь, проходит месяц, ты получил оклад. И какую ошибку делают многие люди, которые приходят в сеть? Они вроде бы что-то делают, и им кажется, что чем больше я поделаю, тем больше денег я сделаю. Чем больше я буду работать, тем больше я заработаю, да? И человек приходит в бизнес, он начинает работать, 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 но он не нацелен на результат. Слышали, наверное, такую фразу, да, что 80% усилий дают 20% результата, и 20% усилий дают 80% результата. Так или с такими вещами? Да-да-да, день прошел, ближе к деньгам. То есть, сталкивались. И смотрите, то есть, от чего все зависит? Все зависит, первое, насколько ты вообще часть системы, насколько ты принял новую систему. То есть, если мы берем линейный бизнес традиционный, там какие ценности? Ну, там никому нельзя доверять. Все 100% ответственности висят на тебе, ты на себе тащишь, а если где-то ты отвернулся, то тут же уже кто-то тебя может поймать, да, и донуть, и прочее. Это такие правила линейного бизнеса. И вот ты пришел в сеть. Ты пришел в сеть. Естественно, вы знаете, это как роды. То есть, от чего-то надо отказаться, а что-то новое необходимо принять для себя. То есть, отказаться от старых стереотипов. Потому что, если ты пришел с наема, понятна вещь, в бизнесе ты сам себе платишь. Ты самый лучший начальник, ты самый лучший хозяин для самого себя, ты сам себе директор. И вот если прошла неделя, тебя не устраивает свой результат, значит, ты себе почему-то не заплатил. Или заплатил, но маловато. То есть, необходимо что-то предпринимать. Вы знаете, меня удивляют люди, когда вот недели, две. Неделя проходит, да. Но я беру тех людей, которые прикладывают их себе. Кто каждый день в системе, кто идет по четырем шагам. И неделя прошла, а у тебя ноль. Вы знаете, вот что я бы сделала? Я бы в этот момент сразу начала звонить наставнику. Слушай, вот я неделя у меня прошла. Смотри, вот у меня такая статистика. Почему вот такой результат? Где? Где этот вирус? Где эта ошибка? Помоги мне. Вы знаете, сила – это когда ты не зажал зубы и сидишь там, ну, пухтишь один. А сила – это когда ты поднял трубку и попросил помощи. Потому что мало кто это может сделать, тебе позволить. Но вы можете это сделать, конечно, если есть такое желание. Из чего все начинается? То есть тебе пишите, то есть я часть системы. Давайте смотреть, что у нас есть в системе. Скажу про линейный бизнес еще, для сравнения. Здесь у нас есть люди. Смотрите, в чем отличие, допустим, линейного бизнеса от сетевого? В линейном бизнесе нельзя никому доверять. Там надо руку на пульсе держать. В сетевом бизнесе от того, насколько у тебя сложились и есть степень доверия к своему наставнику, насколько у вас взаимопонимание, вот отсюда начинается построение команды. Я попрошу сейчас всех написать плюс либо минус, у кого из вас уже есть контракт с наставником. Плюс либо минус. Кто заключил контракт со своим прямым наставником? Ребята, я вас поздравляю. У кого минус, классная новость для вас, вы бизнес еще не начали. Все начинается со связки. Понимаете, команда это два человека. То есть сначала два человека оговаривают правила игры, и потом они по ним играют. Откуда появляется ворган? Например, появился человек, ты его подписал, но ты ему не объяснил правила игры, по которым ты играешь. Я, вот кто со мной работает, они знают, да? Я свои правила озвучу и сразу говорю, ты в системе, ты на всех мероприятиях, ты на всех событиях, ты активен, ты действуешь каждый день. То есть в этом случае, и от тебя хорошая слышимость. То есть те рекомендации, которые я тебе даю, ты их выполняешь. Ну и, конечно, позитивно, без этого никуда. То есть вот пункты, говорю, ты выполняешь вот это, в свою очередь я, как наставник, тебе помогаю, тебя развиваю, и я гарантирую тебе, что когда ты пойдешь по этому пути и будешь выполнять мои рекомендации, ты здесь преуспеешь и заработаешь денег. У кого-то это происходит чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее, но в любом случае это происходит у всех людей, потому что человек выполняет определенные правила. Если же вдруг вы со своим наставником, вы не договорились, как можно вообще друг от друга что-то требовать? Здесь появляются непонятки, да? Договоренности с наставником у тебя нет. И, как следствие, что происходит? Так, наставник ты мне должен. Или наставник звонит там, Вася, давай выходи на вебинар, давай быстрее. Тебя почему нет? Да я по своим делам сегодня. Откуда этот бардак, потому что нет элементарной договоренности. Надо определиться, то есть надо посмотреть. Вы поймите правильно, это я говорю, для тех людей, кто настроены на серьезные доходы. То есть есть определенные правила в команде и в бизнесе. И когда ты их начинаешь выполнять, во-первых, у тебя бизнес быстро развивается, во-вторых, у тебя появляются люди, которые идут за тобой и выполняют эти правила. Не от себя один, но как только увидишь изобретателя, один изобретет, второй изобретет, потом куча изобретателей, но почему-то без денег. Те, кто по системе, вы знаете, сейчас у нас прошла 10-дневка. И я просто посмотрела, заказывают товарообороты. То есть из всей, у всех фактически произошли сдвиги, у кого-то там уже прошли проклапы, у кого-то нет. Но у кого пошли, я имею в виду уже потоком, там несколько заказов было за это мероприятие. Они пошли у тех людей, которые повысили свою слышимость с наставников. Слышимость. То есть они стали применять сразу же. Я вам сейчас говорю, ну как делала я. Мне мой наставник что-то сказал, вы знаете, мне не надо было думать, почему он так сказал. Были вещи, которые он, в короче, сделал, они мне вообще не нравились. Я думаю, что за бред, я не хочу это делать. Но я шла и сделала, потому что у меня с наставником контракт, и я взяла правило выполнять правила. Понимаете, когда у тебя есть такое правило, так в этом, да, наставник всегда прав. Если он не прав, смотри, пункт один. То есть я перестала мучить свою голову, сделать мне или не сделать. То есть я стала учиться. То есть хороший ученик, это который услышал, записал дословно и дословно передал своим людям. Значит, давайте смотрим пункты, которые у нас в системе. Первое, вебинары, да, мы ставим приоритет, двухчасовой вебинар у нас. Это для людей, которые, ну, на севере, либо, в принципе, для любого человека, кому удобно днем. Но основной приоритет вебинар, это тот, который у нас проходит 7-8 вечера по Москве. Если я часть вообще команды, что такое вебинар? Вебинар, это когда вся команда на поле, вот представьте футбол, да, команда на поле, и все бегут с мячиком, и один говорит, ребят, вы знаете, братарик, у меня вот там гость приехал, я буду гостя там, гостя этого развлекать, да, у меня сегодня гости. Вы тут без меня в команде побегаете, да, а я вот приду на следующую тренировку. Вот скажите, вообще в спорте реально, чтобы такой человек остался в команде? Вообще видели где-нибудь такое? Бизнес очень похож на спорт. То есть вебинар, это вся команда на поле. Первый момент. Второй момент. Надо понимать, для чего тебе вебинар? Я переписывала с письменниками, люди мне говорят, я туда хожу. Это прекрасно, что ты туда ходишь, но вебинар, это инструмент для тебя, чтобы ты туда приглашал людей. Классно прийти туда одному, да, молодец, уже первый шаг ты сделал. Сделай так, чтобы у тебя там были гости. И тебе не надо смотреть по сторонам. Почему я на всех вебинарах, а Вася не на всех. Мне вот вообще, понимаете, по барабану, у меня правило я на всех вебинарах. Телефона, если в дороге, там, не важно как, зайду, отзыв даже напишу. Понимаете, потому что я в системе. Решите вот этот вопрос. У нас бизнес настолько мобильный. И еще очень важно, то есть, когда проходит вебинар, вы знаете, всегда чувствуется атмосфера. Чувствуется, как настроены люди, когда, какое у них настроение. Сейчас вот я чувствую, что-то напряженно сидит, лучше расслабиться. То есть, это чувствуется, это все передается. И важно понимать, спикеры могут поменяться. Мне задавали вопросы, почему написан один спикер, вышел другой. Вы знаете, бывает человеческий фактор. Вот просто у этого спикера обрубило интернет сегодня, да? Или произошло поток дома, вот экстренно. И другой спикер его занял. Какая разница, кто будет проводить вебинар? Поймите одну вещь. Люди, которые проводят вебинары, они все в системе, и они все зарабатывают деньги. Они все уже мастера своего дела. И этот лидер, он работает на себя. То есть, как грамотно использовать вот этот инструмент? Ты просто берешь и приглашаешь туда людей. Не сам ведуешь, рассказываешь. То есть, за тебя там вебинар проводит человек. То есть, вот это понимаете, потому что некоторые там понимают так, что вот я туда хожу и новичков завожу. Новички имеются в виду, вот вебинары вечерние, новички это не только ваши новые партнеры. Это гости. То, может быть, еще без информации. Ты их туда приглашаешь, они слышат грамотную информацию, и потом они принимают решения. То есть, это очень важная часть системы. Первый момент. Следующая, что у нас в системе? Вот цели субботы, да? Очень много новичков появилось, и старички есть, которые работают. Но вот сейчас в зале у нас тут 21 человек. То есть, кто-то нашел для себя вещи поважнее. Суббота – это, знаете, очень важный день. И часто бывает так, что, например, подписался у тебя новичок, а если ты недавно в бизнесе, у тебя есть определенный страх. Е-мое, человек подпишется. Как же я его буду запускать? Что я с ним буду делать? Вы знаете, вот субботная школа для вас просто супер. Тем более, субботы две школы. С утра мы разбираем один вещик, потом в час дня по Москве проводят вебинар Марина Любова, она разбирает другие вещи. То есть, за тебя работает опять команда. А вы знаете, вот есть такая вещь у меня. У кого из вас есть такая вещь? Ежедневник. Поставьте плюс. Ежедневник есть у вас. Плюс, минус. Так, пожалуйста, отключайте побыстрее. И. Есть. Отлично. А теперь, пожалуйста, напишите плюс, либо минус. Кто из вас в ежедневнике прям отмечает? В это время у меня вебинар. В это время у меня школа. Вот в эти дни у меня событие. Прям в вебинаре. В ежедневник. Отмечается? Отлично. Значит, уже прогресс есть. Кто-то нет. Я вам рекомендую, чтобы у вас не было вообще в жизни бардака. Подружитесь вот с этой штукой. Ежедневник это тоже очень важная часть. Вашей системы. Это ваш инструмент. То есть вы себе отмечаете, ставите даты. В это время, например, в 8 вечера в вебинар. Суббота, школа. В это время и в это время. И когда у тебя происходят какие-то другие непредвиденные обстоятельства, тебе говорят, например, слушай, давай в субботу в 10 утра мы поедем отдыхать. Да, соблазн классно сейчас. Погода обалденная. У нас солнце светит вообще потрясающе. Но, смотрите, я не уехала в 10 утра сегодня отдыхать. Я уеду после всех обучений сегодня отдыхать. Потому что это, вы знаете, как субботняя молитва. Вот есть церковь, да, служба, там, субботняя праздничная. И в субботе, да, есть определенные такие вещи. И здесь вся команда на поле, субботняя школа для того, чтобы, во-первых, ты сам обучаешься. Во-вторых, обучаются твои новички. Представь, вот сейчас вот я провожу тренинг. Кто-то из вас, ну, вы здесь, да, а кто-то из ваших людей, он не пришел. Ну, по каким-то там своим соображениям, да, нашлись более важные дела. Вопрос к вам. Скажите, сколько займет у вас времени, чтобы вот о чем мы говорим, вот мы сейчас 40 минут будем разговаривать, да, чтобы вот это донести до каждого партнера потом. А если у тебя их 10, каждому по 40, вот у тебя день ушел, ты пересканул этот тренинг, да. И опять-таки, ты можешь пересказать только со своей подачей информации. Так? А здесь сидят, да, не факт, что еще передашь. А здесь уже твои люди сидят или вместе с тобой обучаются. Для тебя это выгодно? Выгодно ли тебе пользоваться этой системой? Как вы считаете? Очень выгодно. И как вам, например, грамотно запланировать свои действия? Смотрите, начинается неделя. Вот сейчас ты смотришь, кроме тебя, сколько твоих партнеров на школе? Количество, да. Например, у кого-то 2, у кого-то 4, да, у кого-то, может быть, 7 человек. И ставишь тебе план, чтобы на следующем обучение своих партнеров было, ну, как минимум, в 2 раза больше. Следующая суббота, проходит школа, и у тебя в 2 раза больше людей. Как вы думаете, это вообще, ну, продвинет твой бизнес? Если ты начнешь от суббота к субботе наращивать количество своих партнеров. Вы увидите, у вас огромный рост пойдет. Почему? Потому что ты в системе, и твои люди, они тоже в системе. Все получают одинаковую информацию. И вы знаете, очень удобно, когда все люди получили одну информацию, да, одинаковую. А после этого ты можешь с человеком поговорить, да, что ты понял. То есть не заново пересказывать тренинг, а взять обратную связь. Ты вот лично что понял? И ты увидишь, каждый вот, все сейчас меня слышат одинаково, да, одинаковые слова, но услышат каждое свое. То есть каждый на своем уровне, и у каждого будет свое личное понимание. Значит, следующий момент. Четырехшаговая система. Это тоже часть системы. Кто из вас каждый день идет по четырем шагам? Тоже плюс-минус. Каждый день. То есть ты каждый день звонишь. Четыре шага, напомню, может быть, кто-то не знает из новичков. Мы работаем по очень простой системе. Первый шаг. Контакт с человеком. Ты хочешь сделать больше денег? Да, нет. Да. Хорошо. Отсылаем видеоролик, либо заводим человека на вебинар. То есть второй шаг. Либо ролик, либо вебинар. Человек смотрит. Дальше третий шаг. Спрашиваешь. Тема затронула? Да, нет. Нет. До свидания. Всего доброго. Да. Все. Значит, давай сейчас я договорюсь на останусь. Наставник ответит на свои вопросы. Человек сделает уже очень серьезные деньги. Ты получишь все ответы и сможешь принять решение. Четвертый шаг. Работает для себя опять-таки система. Для тебя работает наставник. В кавычках, да? И наставник помогает зашить сделку. Вот четыре простых шага. Каждый день. То есть если ты в системе, то каждый день ты организуешь тройной разговор. Если сейчас это не происходит, поставьте план. Хотя бы выйти для начала. Один тройной день. Вышел на один каждый день, повышай планку. Два тройных день. Три тройных день. Кто серьезно настроен, сразу ставьте себе планку. И вот эту планку ты ее взял и ты ее держишь. Пусть он будет один, но каждый день. Вы понимаете? В бизнесе в любом работает постоянство. Когда ты что-то делаешь постоянно, постоянно, постоянно. Сначала может не быть такого результата. А может сразу он пойти. У всех по-разному. Ты что-то делаешь, делаешь, делаешь. Помните мультик «Ну погоды». Когда там волк вот это бревно раскачивает, да? И в стену бьется. Раз разбежался. Два, три. На пятый раз, когда он разбежался, что произошло со стеной? Стена разлетелась в древесине, да? То есть он достиг того результата, который он хотел. То же самое в бизнесе. Ты прикладываешь усилие, прикладываешь постоянство. Каждый день определенные действия. Ты в системе, каждый день ты делаешь тройной разговор. И ты постоянен. Вы увидите. Это называется войти в спираль личностного развития. Да, тогда скинула. У кого нет этих четырех шагов, просто в командный чат мы продублируем, потом и все. Когда ты постоянен, ты входишь в спираль личностного развития. Вы поймите, у нас все развивается по спирали. Спираль-то. Она идет либо вверх, либо вниз. Либо ступеньки. Все, всем знакомо. Ты по ступенькам идешь либо вверх, либо вниз. Понимаете? Невозможно стоять на месте. Если ты не развиваешь, но идешь вверх, значит автоматически ты деградируешься вниз. Не бывает ровного состояния. Поэтому поставьте себе задачу войти в эту спираль личностного развития. Берете новую привычку. Привычка. Я в системе. Это привычка. И ты ее у тебя прививаешь. 40 дней прошло, все. Я тебя поздравляю. Уже не надо даже быть ежедневник по поводу вебинаров вести. Это уже в крови. Ты знаешь, ровно востоку у тебя вебинар. Ты даже туда не опаздываешь, потому что твой организм уже знает, что в это время не вебинар. Понимаете? А этот момент. Еще такой момент, который хотел бы затронуть. Кто за что отвечает в системе? Вот здесь я спрашивала плюс-минус, да, у кого есть контракт с наставником, у кого нет. Важно понимать, посмотри, ты зашел из старой какой-то системы в эту систему, в новую. Естественно, но что происходит при переходе? А по-старому, как раньше жить я не хочу, да, а как по-новому я не знаю. И многих людей начинает колбасить, как говорят, да, водоражить. То есть вот как раньше, я понимаю, что это здесь не прокатит, да, а вот как быть-то, что делать и как развиваться. И вот здесь тебя начинают где-то немножко вправо-влево. То есть это, поймите, это нормальное состояние. Это просто ваш переход. Некоторые люди, я смотрю, начинают там, все, меня колбасит, у меня то вправо, то влево, то в депрессию, то в позитиве. Ребята, это просто переход. Из одной системы в другую. Относитесь к этому совершенно нормально. И здесь важен тот разговор с самим собой, который ты делаешь при переходе. Примите решение, войти в систему, кстати, и часть. Просто не парить себе мозги, а делать то, что тебе рекомендуют делать. У вас быстрее дела-то пойдут. Потому что я говорю, вот реальные примеры. Я смотрела товарообороты. Три человека, которые в кавычках открыли уши и начали делать. Именно вот, ну, восстанально все делать. Все, у них пошли подписи, у них пошли включения, у них пошел рост доходов. Значит, и здесь понять надо, когда ты подписался в компанию OneCoin, у тебя есть два контракта. Два. Первый контракт, это с компанией. То есть мы регистрируемся, ставим галочку, подтвердить, окей, все, мы согласны с условием. У вас есть контракт с компанией, на сайте есть правила. Второй контракт, который ты заключаешь, это контракт с человеком, который непосредственно тебя пригласил. Контракт с человеком. И здесь важно понимать, что вот твой наставник, если он уже не новичок в бизнесе, если он уже лидер, да, тебе так, во-первых, круто повезло. Во-вторых, как правило, если у человека уже есть организация, но у него время гораздо жестче расписано. Согласны с этим? Потому что у него уже есть один человек, второй, третий, пятый, десятый. И здесь важно понимать, наставник, да, он тебя будет направлять, он будет тебе показывать. Опять-таки, если у вас есть контракт, твоя задача выполнять. То есть моя позиция, если человеку дает совет, и он его не выполняет, завтра я не дам совет. Потому что просто так болтать в пустыне мне неинтересно. Я знаю, что я дала совет, выполнить будет результат. Не выполнить, ну, это чей вопрос тогда? Какие могут быть претензии взаимные? Ты либо выполняешь, либо нет. Согласны с этим? Вот. Если он написал вопрос, в это время у него по графику другие вещи. Может быть, именно в это время, один час в день он уделяет своему ребенку. А ты ему пишешь вопрос. А его просто нет на связи. Как себя вести? Что надо там, рвать волосы на голове? Нет, подожди. Ты написал вопрос, значит, просто твой наставник появится, он тебе ответит. И здесь важно понимать, что когда ты еще выше-выше поднимаешься, с вышестоящим наставником, у вас же контракт, нет? То есть контракт с прямым наставником. То, что тебе делает вышестоящий наставник, да, мы помогаем всем партнерам. У нас с разных городов, у нас с разных регионов. Пойми одну вещь, какие тут могут быть претензии, это просто тебе подарок, тебе помогают, чтобы ты развился быстрее. И относись к этому как к подарку. Какие могут быть вообще претензии, у тебя нету с вышестоящими наставниками никаких договорений. У тебя есть со своими наставниками договоренности. Понимаете эти вещи? То есть здесь надо вообще понимать уровень ответственности, то, за что отвечают в бизнесе. У тебя контракт с компанией и контракт с наставником. И здесь вот вы с наставником друг перед другом, если вы заключили контракт, если у вас его нету, то ты не можешь ничего вообще предъявлять. И так же как наставник не может тебе предъявлять, если у вас нету контраста. Вот это понятно ли я объясняю? Очень, конечно, хотелось бы, чтобы у вас было ровно в голове. Остальное понятно? Отлично. Хорошо, я смотрю, кто-то понимает, кто-то затарился, кому-то не нравится, что я говорю, но это классно. Вы знаете, однажды я услышала фразу, если тебя раздражает твой тренер и наставник, тебе повезло, у тебя классный тренер. Так что он тебя тренирует. Я эту фразу запомнила, думаю, супер, мне повезло, раз меня наставник периодически раздражает, значит, мне вообще я счастливый человек, и благодаря этому я расту. Так, еще, так, про это я сказала. Еще, что я вижу, смотрите, многие из вас пришли в эту систему, когда только подписались, то есть вы пришли в других каких-то сетей, да, ну, многие люди. И что делают люди, я смотрю, когда только он включился, ему показали простую систему, 4 шага. И он, вау, супер, это же так легко, это не надо тратить время, это далеко человеку, ну, доносящую информацию с помощью этих роликов, вебинаров, супер. Человек начинает идти по системе, по шагам, он начинает быстро, он делает первые деньги, первый, второй, третий, а потом, я не знаю, зачем, конечно, некоторые из вас это делают, а потом, значит, этот человек, он просто начинает делать то, что он делал в старой системе. И бизнес превращается в сложный, в рутинный. Я не знаю, зачем некоторые из вас это делают, конечно, ребят, берите готовую схему и начните применять. 40 дней, когда ты по ней прошел, все, она в крови, 40 дней. Но ты увидишь легкость, ты увидишь, наша система, она дает время, она освобождает время. Парик, значит, по поводу того, чтобы наставнику много вопросов, чтобы их иметь, прежде всего, позвони, попроси и заключи контракт. Попросить надо, не наезжать, а попросить. Это совершенно разные вещи, потому что, по большому счету, у каждого из вас свой личный бизнес, согласна? Свой личный бизнес. И ответственность каждого человека стать компетентным в своем личном бизнесе. Как сказал, могу ошибиться, по-моему, Ден Рекорд. Он сказал, я всю свою организацию знаю, начиная от уборщицы и до самых верхов. Так вот, изучите свой бизнес досконально. Что в системе, когда вебинары, что такое там эти всякие сплиты и прочие, майнинги-дамайнинги, да? То есть какие-то вещи. Станьте элементарно компетентны. Возьмите ответственность на себя в этом вопросе. И как выстроить? Ну, отлично, Фарид, видишь, как классно. Уже что-то ты услышал сегодня новое. Значит, эту деталь поменяешь, у тебя по-другому бизнес пойдет. Здесь важно понимать, кто такой наставник. Я вам сейчас говорю, свое отношение к своему наставнику, да? Появился в жизни человек. Он был совершенно чужой человек, да? И потом этот человек, он мне начинает помогать развиваться, развиваться, зарабатывать деньги. Он тратит свое время на меня. Как я должна к нему относиться? Вообще, могут ли у меня к нему быть претензии? Не могут. Он мне помогает. Как много у вас таких людей? Я считаю, что вообще, чтобы по жизни продвигаться, вы знаете, всегда надо выращивать себе благодарность. Есть такое слово «благодарность». Потому что когда ты будешь видеть во всем позитив, когда ты будешь благодарен своему наставнику, вы знаете, это не своему наставнику, но это надо лично тебе. Потому что какие отношения у тебя со спонсором, какие отношения у твоих людей к тебе. Поэтому вот это возьмите, вы знаете, вот наставник в бизнесе, это вот как, грубо говоря, мама тебя родила, да, в жизни, а наставник тебя, в кавычках, родил в бизнесе. Вот как мама или как папа, да, в кавычках говорю. Как вы относитесь к своим родителям? Как говорят, родители не судят, да, с любовью и благодарностью. Даже когда они там где-то, может, нашлёпали в своё время, какая разница, он родитель твой. Поэтому здесь обращаю ваше внимание, вот от этого вообще зависит. Когда вы поймёте глубину того, что я вам сейчас говорю, у вас очень здорово вот так вот всё, как сказать, у вас здорово всё поменяется. Парит, послушай, на каждом вебинаре мы рассматриваем разные темы. Я тебя могу поздравить с чем поздравить. Ты ещё столько всего не слышал. У нас есть столько бога знаний и добра. Поэтому просто приготовься и не задай вопрос, почему я раньше не услышал. Вопрос, знаешь, как стоит. Вот сегодня я услышала, я сразу применю. Понимаешь? Вот такая должна быть позиция. Потому что с каждым вебинаром ты будешь слышать всё новые и новые вещи. Очень много. Опыт, там, 16 лет, 8 лет. Представьте, это годы опыта. И вот это всё сжатое мы вам передаем через вебинар. Почему стоит быть в системе? Потому что вы получаете сжатый опыт в короткое время. Для вас это очень выгодно. И ещё одну вещь хотела сейчас попробовать, и мы будем заканчивать. Вот смотрите, сейчас... Сейчас. Ну да, конечно, ты слышишь об этом впервые, да. Я тебе и сказала. А зачем вот эти всякие, как я не пойму, надписи там, и ступы, и не ступы? Никто про это и не говорит. Потому что впервые сегодня такой тренинг. Именно вот такой. Поэтому сегодня ты об этом слышишь. Вот, значит, вот смотрите. Сейчас будет приезд некоторых... Приезд лидеров пойдёт по регионам. Значит, смотрите, 11-е... Ой, сейчас могу, секунду. Так, 12-е, 13-е магнитовод. К вам приезжает Вадим Чарков. Значит, 14-го, 15-го Орск тоже приезжает Вадим Чарков. 12-е, 13-е Перза приезжали я в Перзу. Значит, ну, что я вам хочу сказать. Вот эти мероприятия, некоторые люди, они неправильно понимают. Приезд лидера. То есть как я смотрела на приезд лидера в мой регион? Лидер едет, в кавычках, деньги едут в мой город. Вот как я на это смотрела. А некоторых, я знаю, ну, в других компаниях говорят, что там вот самое главное хорошо встретить и проводить. Нет, самое главное собрать зал, посадить людей. Лидер едет не для того, чтобы покрасоваться там перед тобой. Думаю, это вообще не надо, понимаете? Там диодной болезни у меня вообще давно нет, и мне не интересно. Если я, например, еду в какой-то из городов, моя задача помочь лидеру того города сдвинуться с места, подписать там людей и провести запускную школу. Помочь людям заработать деньги. Я еду с такой целью. И что значит, отлично, Марина, сегодня информацию надо будет написать. Мне скинешь, и я как раз по трем городам всю информацию сброшу. То есть, как грамотно вам сейчас использовать время? Значит, смотрите. Вы знаете, к вам приезжает лидер. Если вы в другом городе, но у вас там есть друзья, знакомые, родственники, воспользуйтесь этим мероприятием. Вы можете туда пригласить людей. Даже если ты сейчас в Белоруссии, ну, у тебя есть знакомые в Бензе, да, ты можешь их пригласить на встречу со мной. Если ты там где-то, я не знаю, на Сахалине, на Камчатке, тоже сам. Вот. И смотрите. Твоя задача. Первое. Ставишь себе цель. Сколько человек ты соберешь на привет лидеров? Ставишь цель конкретную. Для себя. Если у тебя уже есть люди на команду. Не надо смотреть, ну, есть люди, которые развивают бизнес, а есть люди вялотекущие. Вялотекущие, ну, в кавычках, меня понимаете, я говорю, это побочный эффект, который придет. Ты ставишь себе цель. Сколько человек ты пригласишь, сколько ты хочешь включить. Минимальная планка должна быть. Удвоение того, что у тебя есть. Это минимальная планка. То есть ты вводишь свою команду, которая идёт. И здесь важно понимать, то есть человек едет помочь тебе в город. Помочь тебе продвинуть твой бизнес. Естественно, ну, само собой там надо встретить, прочие вещи там разместить и прочее. То есть ты это всё знает, да? Но первоочередная задача собрать людей в зал. Потому что дорога не близкая. Просто так, ну, интересно кататься. Хочется, чтобы ты приехал, ты уехал, а человек там остался с группой и уже заработал денег. Понимаете? Вот это вот отношение к наставнику. Когда наставник знает, что после его уезда ты с деньгами. Вот это вот для меня самый классный подарок. Поэтому собирайте сейчас людей, кто с других городов. Для каждого из вас сейчас открыта дверь. В любой из ваших городов мы приедем. Делайте группу 20 человек, собирайте зал, мы приедем в ваш город. То есть здесь вообще проблем никаких нет. И, конечно, я так думаю, что, скорее всего, по возвращению мы также сделаем, наверное, мероприятие уже открытое в Тарьяте, потому что здесь уже люди пошли, регистрируются, включатся. И ещё одна деталь. Огромная часть нашей системы – это с тобой тиге. Это очень важная, самая важная часть системы. Поэтому 21-22 мая собирайте чемодан. Сейчас в ближайшее время, как только будет информация по стойности и по месту мероприятия, мы сразу напишем в чат. Фарис, тебе сейчас отвечу, да, и всем остальным. По поводу событий, где будет проходить, пока неизвестно. Я знаю, что Ольга собирается ехать из Белоруссии. Вы можете взять билеты на транспорт, до Москвы добраться. А по стоимости билета на мероприятие и прочее, эта информация вся будет, спокойно вы попадете. Поэтому не надо, не паникуй. То есть берите билет, пусть приезжает, а там, где будем размещаться, то есть это всё мы напишем. В ближайшее время, а время ещё есть. Самое главное, можете взять заранее билет на транспорт, потому что, когда берёшь заранее, там обычно более выгодные условия. На поезд бывает, на самолёт, поэтому посмотрите. Вот. То есть если ты вообще часть системы, то ты на всем событиях. Принимайте решение прямо сейчас. Берите билет прямо сейчас. Почему? Если ты на событиях, ты об этом будешь говорить людям. То есть все, кто сейчас у вас будет включаться, ты ему скажешь, знаешь, откладывай дела, мы едем в Москву. Вот такого числа я еду в Москву, ты едешь со мной. То есть это уже гарантия того, что ты окажешься в Москве не один, а окажешься там с людьми. А, но если ты до 20-го будешь себе мучить мозги, едешь ты или не едешь, то тогда ты, естественно, об этом не будешь говорить с людьми. И тогда, как следствие, в лучшем случае ты в Москве окажешься один, а то, может, ты не заедешь. Ребята, без событий невозможно выйти на заходы, скажем, 2, 3, 5 тысяч долларов, 10, 35 тысяч долларов. Это только на всех событиях. Без этого невозможно. Поэтому принимайте решение сейчас. Посмотрите по системе. Если какие-то вещи вы раньше не знали, если вы делали какие-то ошибки, да, не надо себя ругать. То есть ты просто не знал, что оно должно быть и так. Просто сейчас бери себе на заметку, что тебе улучшать, какой пункт, и начинай в этом направлении работать. То есть все по шажочкам. То есть одну деталь к себе поменял, что-то улучшил, и у тебя уже завтра выйдет другой деталь. Так, праздники сейчас у нас у всех. Я вас поздравляю с наступающим 9 мая, да, День Победы. Такой очень звучный, такой праздник, я думаю, для всех у многих. Бабушки, дедушки там с людьми, да. Поймите, можно в празднике просто отдыхать, а можно использовать с умом. Что значит с умом? Ну, вы же можете встречаться с друзьями, и с ними параллельно где-то закинуть трубочку на бизнес, с кем-то информацией. Вы можете, например, вы поехали, ну, на рыбалку, вы можете там с кем-то познакомиться, обменяться контактом, и потом предложить ему бизнес. Вы знаете, я вот тут два дня ездила на такси, туда-обратно, вот два видеоролика вброчила, сейчас надо людям позвонить. То есть общайтесь везде, у нас бизнес свободный. Почувствуйте вот эту свободу, потому что твой бизнес – это ты сам. А говорит, ты умеешь. Поэтому зайти на лодочку, обменяться контактом, и все. Всем желаю отличных успехов, желаю, чтобы на следующий, в субботнее обучение, ваша группа, она удвоилась, кто вот сейчас здесь есть, да, вас оказалось в два раза больше. И, естественно, чтобы на следующей неделе ваш доход, ну, как минимум, удвоился по сравнению с этой недеей. Все, всем пока-пока. Я вас всех люблю. И всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok